Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Моя взрослая дочь, 21 год, не хочет со мной общаться, живёт отдельно и самостоятельно. Мне обидно, что я никогда не могу до неё дозвониться на ватсапе, может целый день висеть без ответа. И нет никакого дела до меня, что делать, как себя вести, как это пережить. Обидно, да, слёз не достучаться. Евгения, смотрите, первое, на что хочу обратить ваше внимание. Мой вопрос покажется вам не очень, может быть, так скажем, приятным. Но я надеюсь, что раз уж вы за помощью обращаетесь, то я очень надеюсь, что вы к нему прислушаетесь. С чем связана ваша обида? То есть, ну, грубо говоря, как вы её ощущаете? Вам обидно, что именно? Что конкретно вам обидно в этой ситуации? То есть давайте раскроем немножечко вашу обиду более подробно. Обида – это детское чувство. Обида – это чувство маленького человека, чувство человека, который зависим от другого. Получается, что вы зависимы от своей дочери. Если это так, то необходимо понять, как именно вы от неё зависим. Как именно? Потому что совершенно очевидно, что вы от этого страдаете. Вот. Я не знаю, страдает ли от этого ваша дочь, судя по тому, что вы описываете – нет. Судя по тому, что вы описываете, она как-то адаптировалась к тому, ну, к тому, что вы, возможно, зависимы. Вот. Но, как бы, факт – это факт. А именно, из чего предоставит ваша обида. Конкретно, именно ваша обида. Всем связано. Вот. Ваша обида – это, это, ни много ни мало, то место, где вы перекладываете ответственность за то, что вы хотите сами на свою дочь. Понимаете? Вот. Вот. Дочь этого может не хотеть, то есть, хотеть и вы. Но вам это нужно. Это естественно, понятно и нормально, что вам что-то нужно. будет. Но сами вы, судя по всему, ничего не делаете или делаете недостаточно много для того, чтобы то, что вы хотели бы, было бы у вас. И основной вопрос, который вам нужно себе задать – это, а чего тоже я, собственно говоря, вообще-то, вообще хочу, мне, чего нужно-то, в чём я нуждаюсь, вообще-то. вот это, как мне кажется, то основное, на чём вам нужно сделать сейчас свой акцент. постараться, по крайней мере, именно с этим разобраться. Вот. Дальше, я бы рекомендовал вам также обратить внимание на то, что в психологии принято называть этапом покинутого гнезда. То есть, вот, тот период, который вы описываете сейчас. Топ-этап в вашей жизни, который вы описываете сейчас. Это этап покинутого гнезда, когда ребёнок ещё вчера, бывший с вами, сегодня уже живёт своей жизнью. И не особо вообще в своём родителе нуждаются. И родителю это тяжело принять, тяжело признать. Особенно, если, до той поры, он, т.е. родитель, жил ради своего ребёнка. И делал для ребёнка всё, что было в его силах, как ему казалось. Ну, и, кажется, до сих пор, возможно. Беда лишь в том, что вы не спросили, скорее всего, а чего ребёнку-то надо. Вы не спросили, чего ваша дочь-то хочет. Ей чего нужно вообще. Сейчас вообще. Вот, вы говорите, что хотите с ней общаться. И, ну, наверное, наверное, наверное. Вы знаете, зачем вам с ней общаться? Теперь попробуйте задать себе другой вопрос. А зачем ваши дочери общаться с вами? Для чего ей общаться с вами? Вот, знаете, какая штука в отношениях бывает? Вот, человек в отношениях может часто говорить про себя. Очень много говорить про себя. Он говорит, я хочу того-то, 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 того-то. Это понятно. Но хочет ли того же самого человек? И если вы, к примеру, я не знаю, к примеру, считаете, что ваша дочь должна с вами общаться, то крайне важно было бы отметить, а считает ли так она? Солидарна ли она с вами в этом смысле или нет? Понимаете? Какая штука. И если она с вами не солидарна, ну вот не согласна она с вами, например, да, в том, что должна с вами общаться, то понимаете ли вы это? Принимаете ли вы это или нет? Если принимаете, то на каких основаниях? Каким образом? Если не принимаете, то тоже вопрос. На каких основаниях? Каким образом вы не принимаете это всё? Я имею в виду её позицию. Вот. Понимаете? Поэтому здесь очень важно со всеми этими аспектами разобраться. Следующий момент. Мне кажется, по крайней мере, так показалось из вашего сообщения, что вам, ну, то, как живёт ваша дочь, более интересно, чем то, как живёт и вы. То есть вам ваша жизнь как будто бы менее интересна, чем жить дочери. Дочь чувствует, если это так, что от неё требует, по факту, быть донором. Донором ваша дочь быть не хочет. Ну, так уж вот сложилось. Не хочет ваша дочь быть донором. Вы, судя по всему, требуете этого от него, от неё, простите, от неё. Ну и, в общем и целом, возникает весьма важный момент. Во-первых, хотите ли вы, чтобы ваша дочь была донором? То есть как вам это с точки зрения ваших ценностей, вашего отношения к ней? Вот. Укладывается ли это в отношения к ней? И второй аспект. А чем вы хуже вашей дочери? Ну, в смысле, если, например, вы на себя как-то вот махнули рукой и решили, что, ну, раньше у меня не было особо жизни, да? Ну, допустим, как бы, почему жизнь должна, там, появиться сейчас? То ваша дочь может так насчитать. У вашей дочери может быть другой взгляд на это. То есть вам необходимо себе в первую очередь задать такой вопрос. Зачем я пишу своей дочери, если знаю, что почти наверняка общаться со мной? Она не захочет. Зачем я ей пишу? Для чего я ей пишу? Вот. Вы говорите, как достичаться. А в чем конкретно вы хотите достичаться? До нее. То есть, ну, вот. То, что вы хотите достичаться, я, в принципе, понял. А вот в чем, в чем конкретно, да? То есть, какое послание, можно так сказать, какой месседж вы пытаетесь ей транслировать? Не совсем. Понятно. То есть, эээ... Вот это, на мой взгляд, очень, эээ, ну, очень важный момент. Какой, ну, какой месседж, что вы пытаетесь ей транслировать? Что она должна понять? И почему вы считаете, что она... То есть, вам... эээ... то, что она... Ага. Понимает сейчас, почему вы считаете, что это неправильно? Вот. Следующий момент. Если вы хотите донести что-то для своей дочери, это, безусловно, хорошо. Я не знаю, что, но верю, что это хорошо. И верю, что то, что это сделает, что это может сделать ее счастливой. Ведь вы это пытаетесь до нее донести. Правда? Но тогда нужно говорить на ее языке. То есть, говорить на ее языке так, чтобы она вас поняла. Если не говорить на языке человека, то, скорее всего, вас не поймут. А раз не поймут, то коммуникации, взаимодействия не случится. Ваша дочь не общается с вами, в том числе потому, что вы не говорите на ее языке. Нет, это не значит, что вы должны освоить ее сленг, освоить ее какие-то термины. Вот. Я думаю, что она говорит какие-то вещи, которые, например, вы можете не понимать. И это, ну, это в целом нормально. Вот. И никто не требует от вас этого. Но говорить, учитывая ее желание, да, говорить, учитывая ее ценности, ее приоритеты, ее выбор, каким бы он ни был. Очень важно. И вот у меня к вам вопрос. А вы, собственно говоря, это делаете? На ее языке вы говорите? Говорите ли вы так, чтобы она вас поняла? Или нет? Понимаете, да? Понимаете, да? О чем я? Здесь. А это очень важный момент. Как мне кажется. Вот. Такой ответ я бы мог вам предложить сейчас с точки зрения психотрапии. с точки зрения психологии и с точки зрения своего профессионального опыта, который у меня есть, который мне накопился за то время, что я работаю. На мой взгляд, на мой такой скромный взгляд, вы находитесь в достаточно деструктивных отношениях. Я бы даже сказал, в созависимых отношениях со своей дочерью. От чего, конечно же, страдают. И это все можно исправить. Если у вас будет и есть такое желание, если вы этого хотите, к примеру, а не поменять, допустим, свою дочь. Ну, то есть, грубо говоря, сделать из нее другого человека. Вот. Поэтому, если ваша задача, если ваша цель измениться, то мы вам поможем. Деструктивность без перспективности данной. Если ваша цель переделать свою рубинку, то нет. В этом мы вам не поможем. Деструктивность без перспективности данного направления, так скажем, для нас очевидна. А профессиональная этика не позволит нам это сделать, даже если бы мы этого захотели. Вот. Поэтому я надеюсь только на ваше понимание. Я вам искренне сочувствую. Не знаете... Не знаю, поверите вы мне или нет, но... Правда, к вам... Есть... Ну, к вам есть сочувствия, к вам... Есть... Сожаления, но... Это не отменяет того факта, чтобы как... Взрослому сказать... О том, как обстоят дела. Вот. А дела обстоят примерно так, как я сказал. Вот. Ну, я или мой коллега Кудрячев, например, Игорь Леонидович, тоже... Хороший ответ вам, на мой взгляд, предложил. Вот. Если вы к нему... К этому ответу, в смысле... Прислушаетесь. Вот. То, что... То, что сейчас происходит... Во всех смыслах... Неприятно. Это правда. Но для вас это может стать... Эээ... Новым... Опытом... Роста. Конечно, если вы к этому будете относиться... Именно так. С психологом оно... Всяко лучше. Вот. То есть... Эээ... 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 Ээээ... 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 Эээээ... Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работать над собой, ну, более активно, скажем так, более направленно, скажем так, вот. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ваша ситуация будет самым лучшим образом разрешена, и вы найдете для, ну, найдете в себе ресурсы в этой ситуации вырасти и продолжать быть мамой для своей дочери, которая, я уверен, несмотря на имеющиеся конфликты, вас все равно по-прежнему нуждаются. Вот. Удачи вам еще раз, всего самого доброго, не отчаивайтесь, любую проблему можно решить. Продолжение следует...